В Москве прошла третья масложировая конференция. В этом году участники обсуждали, как отрасль справится с наращиванием объемов экспорта почти в три раза. В прошлом году валовый сбор масличных составил порядка 21 миллиона тонн. Экспортировали более 5 миллионов тонн масложировой продукции на сумму 3,2 миллиарда долларов. К 2024 году эти показатели планируют утроить. Сбор нарастить до 35 миллионов тонн, экспорт продукции до 15,5 миллионов тонн – это порядка 8,6 миллиарда долларов. Есть три основные задачи, как мы себе видим. Первая задача – это рынки, рынки надо завоевывать. Отдельный вопрос сертификации продукции, над которыми работают компании, но здесь тоже мы оказываем соответствующую поддержку. Второй момент – это сырье. В прошлом году собрали 20 миллионов тонн масличного сырья. Мы видим необходимый выход на 33,5 миллиона тонн масличного сырья к 2024 году, и мы считаем эту цифру достижимой. Третий момент, связанный с работой самих компаний – это вопрос повышения эффективности масложировой отрасли. Нам надо быть эффективными с точки зрения стоимости, для того, чтобы наша продукция, даже при открытии рынка, была конкурентной. В рамках программы по наращиванию экспорта государства и бизнесмены планируют инвестировать в развитие логистики и инфраструктуры. Также действуют программы субсидирования компаний АПК. Производителям аналитик международного агентства Oil World Зигфрид Фальк предлагает обратить внимание на три фактора. Во-первых, постоянно должен повышаться уровень производства среди фермеров, иначе они не смогут конкурировать с успешными производителями Южной Америки, Юго-Восточной Азии или Северной Америки. Также количество произведенного продукта должно увеличиваться. Второе – это инфраструктура. Логистика должна совершенствоваться, иначе продукция не будет оперативно поступать на рынок. Третий фактор – это качество, ведь важно удержаться на рынке за счет него. Сейчас представители российского рынка говорят о нехватке инфраструктурно-логистических мощностей. Например, по некоторым южным портовым направлениям до сих пор есть проблема с доставкой грузов подвижным составом. Также отмечают дефицит элеваторов, емкостей для хранения урожая. Нам нужно очень серьезно разработать вопрос взаимодействия государства и отрасли. И это вопрос не только отрасли, это вопрос, наверное, в целом бизнеса. Я считаю, что контрольно-надзорная реформа – это не менее важный вопрос, который в целом позволит не только развить российский экспорт аграрный, не только развить российское сельское хозяйство, но и в целом существенным образом оживить предпринимательскую активность. Участники конференции отметили, что для достижения результата нужна синергия производителей и регулятора. В этом году масло-жировой союз объединил в себе несколько отраслевых организаций, и теперь в него входят порядка 70% компаний рынка. Союз стал своего рода единым окном, которое, по мнению Минсельхоза, необходимо для решения общих вопросов и задач.